Сегодня в апелляционном военном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб защиты, а также представление прокурора на приговор в отношении так называемого 2-го Бахчисарайского отдела, мой доверитель в рамках этого дела Смейлов Эдем. Сегодня сторона защиты, в частности наши доверители, продолжили представлять свои дополнения к апелляционным жалобам. Сегодня закончил представлять дополнение Белялов Мемед и приступил с Алиев Сейран. Аналогично предыдущим выступающим наши доверители сегодня очень подробно останавливались на тех противоречиях, которые имеют место в итоговом приговоре суда. Обратили внимание суда на то, что также имеется ряд противоречий между аудиопротоколом и письменным протоколом, которые достаточно существенно и, по мнению защиты, повлияли на объективное рассмотрение данного дела и, соответственно, вынесение итогового решения. Также наши доверители сообщили о повторяющихся и не изменяющихся, к сожалению, сложных условиях содержания. Проблемы касаются широкого спектра их прав, в том числе, начиная от банального права на питание. Они рассказали, что у них очень серьезные проблемы банально с хлебом. То, что мы каждый день можем себе позволить, не обращаем даже на это внимания. Но вот наши соотечественники банально не могут добиться получения белого хлеба. А серый хлеб, который им выдают, он просто приходит сырой, который нельзя есть и который никто даже своим домашним животным никогда не даст. Но вот дают, в 21 веке в Новочеркасске, в СИЗО дают такой хлеб крымским татарам, к сожалению. Также проблемы касаются оказания медицинской помощи. Это отдельная тема, о ней можно много говорить. Это все можно свести к одному, что права наших доверителей не соблюдаются ни в какой мере абсолютно. Они просто там содержатся, оставлены, по сути, сами на себя. Вот такие сегодня реальные вынуждены констатировать. Продолжение данного процесса запланировано на завтра, на 9.30. Наши доверители продолжат представлять свои дополнения к апелляционным жалобам.